В этот раз у меня другой пакетик, я достаю его из-под стола, но рубрика все та же, пустые баночки. И у меня снова накопилось за последние месяца два, наверное, куча продуктов, которые закончились. И сейчас мы будем обсуждать все эти средства, потому что я использовала их до конца и могу дать какую-то объективную прям оценку спустя долгосрочное время использования. И начинаем мы с верхнего средства, которое закончилось, кстати, последним, прямо сегодня, в день записи этого видео. И это... Сейчас скажу, что... Ну, прежде подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры, конечно же. Это скраб от бренда Synergetic. Я в ТГ-канале делилась, что я обожаю просто их скрабы. Этот скраб с ароматом пачули и бергамот просто любимейший аромат у этого бренда. Единственный минус, что вот если какая-то воздействие на упаковку постоянно происходит, то есть если что-то на ней стоит, если она постоянно во влаге, в какой она находится, то она может так не очень красиво сползать. В остальном это просто потрясающие, бюджетные, ароматнейшие скрабы с классной текстурой, такой околокремовой, но при этом очень круто отшелушивает, смягчает. Вот ароматерапия, серьезно. Любовь. Буду, мне кажется, покупать эти скрабы, кому-то дарить, потому что это прям находка. Дальше. Шампунь от бренда Таше Профессионал. Полюбила линейку ухода за волосами от этого бренда, белорусское производство. И это классный уход. У меня есть еще кондиционер от этого бренда. Шампунь хорошо очищает. Есть у меня пилинг от этого бренда, масло, спрей и маска. И маска у нас была. Мне нравится хороший действенный уход для волос. Было тоже отдельное видео про эти средства. Мне понравилось. Пена для ванны от бренда Сами Бьюти. Мне ее подарила подружка на Новый год. У меня как раз появилась ванна в новой квартире. Можно принимать с пеной. Мне понравилось, в принципе, по аромату особенно. Очень вкусный аромат. Но, честно говоря, пена очень быстро сходит. И ее прям немного. Ну, типа, я люблю более пенищиеся пены. Следующее средство, которое у меня закончилось, это мыло для рук от бренда Estir. Было тоже видео про этот бренд. Это бренд бюджетный с вайлберис, с вкусными, интересными ароматами. У меня тут аромат розовый перец и грейпфрут. Интересный достаточно. Он мне не во всех средствах понравился, который я пробовала с одним и тем же ароматом. Но мыло хорошее, мыло приятное, мыло пахучее, вкусненькое. Но я бы попробовала, честно говоря, другие ароматы от этого бренда. Дальше тушь, объем и цвет. Urban Shoe. Она у меня засохла. Очень хорошая тушь. Мы, кстати, недавно с вами обсуждали бренд Shoe. И вот в фавориты можно было бы занести и эту тушь. Она очень крутая по эффекту. Щеточка тут отличнейшая. Удлиняет, прекрасно разделяет. По формуле все хорошо. О, еще синергетик. Гель для душа с таким же ароматом. Пачули и ароматный бергамот. Ох, какой аромат вкусный. И гель для душа у них тоже прекрасный. Тоже их рекомендую. Тоже ароматнейший. Тоже бюджетный и достойнейший. Просто это вот проверенный, ароматный, крутой уход для тела за очень-очень доступные деньги. Поэтому, если вы видите отдельно, попробуйте какой-нибудь аромат. Шампунь от бренда Mixit. Кстати, не так давно было видео, а я уже, видите, до конца использую этот шампунь. Мы его использовали вдвоем с мамой. Он подходит и для жирной кожи головы, и для сухой, и для нормальной. Такой прям тоже классный действенный бюджетный уход. Это реально такое вот средство. Там за 350, за 300 рублей. Которое, в принципе, ну вот просто будет классно очищать маму волосы. Чудо не будет делать. Но за свою цену как бы вот будет делать хорошо. Кстати, декоративки у нас в этот раз достаточно много. Тушь от бренда Vivienne Sabo, Gamine, тоже засохла. Тоже я ее выкинула по этой же причине. Тоже мне нравилась, хорошо удлиняла. В целом была нормальной по стойкости, насколько я помню. В целом я помню, что она мне нравилась, как и Naturale. Из этой же серии, Метаморфозы. Naturale я еще пользуюсь. Консилер от бренда Vivienne Sabo, Aurora. Я так понимаю, что его уже было пора выкинуть. Потому что я что-то в последний раз, один-два раза им пользовалась. И мне не понравилось, как он себя ведет. Он вообще стал по-другому себя вести. И я так думаю, что просто уже пришло время с ним расстаться. Хотя это один из любимых консилеров у меня в бюджете. И я им пользовалась еще до блога. Тушь от бренда Bourjois. Вот такая вот розовенькая. Тоже она у меня засохла. Просто смотрела по сроку годности, что уже надо было ее выкинуть. Но она, по-моему, неплохая. Но больше именно объемная. Крем от Meitan. Gana Derma. Серия. Показывала в телеграм-канале. У кого нет в телеграм-канале? Вот там я как-то больше контента в итоге дополнительного пощу. Просто из-за того, что, не знаю, как будто бы формат располагает. Я показывала посылку новую от бренда Meitan. Этот крем они мне тоже когда-то прислали. И вот эта вот линейка Gana Derma, когда они мне уже предложили повторно выслать что-нибудь на затест. Я такая, пришлите мне эту линейку в подарок. Я протестирую и сделаю обзор на все, что вы пришлете. Только пришлите мне Gana Derma. Там два крема, лосьон, крем для глаз и умывашка. Они мне прислали, за что я им очень благодарна. Это прям топовые средства. Я больше, конечно, просила их для мам. Потому что это больше уход для возрастной кожи. Но на моей коже, особенно в состоянии такого около обезвоживания, эти средства отрабатывают просто на ура. Поэтому вот стоит обратить внимание на уход компании Meitan. Понятия не имела вообще про существование такой компании. Но она делает пушечные вещи. Там еще и эстетика у этих упаковок всех. Просто пушка. Пен для бритья снова из раза в раз. Она попадает в пустые баночки. Разные абсолютно. Но в этот раз был джилет. Минус один. Вот эта вот штука. Обратная сторона этой пены. Она окисляется. И ставить на белую ванну такую пену нельзя. Я ставила ее на салфетку, на отдельную полочку. Иначе она заляпает вам всю ванну. Очень сильно окисляется. И именно эту пену я бы не купила. Крем от бренда D.U.3. Им пользовалась в основном моя мама. К тому же для меня он оказался жирноват. Как-то мне по текстуре не очень сильно нравился. Он классный. Он классно напитывает. Он классно увлажняет. Но я его рекомендую именно для сухой кожи. Как-то у меня мама его забрала. И все. Собственно, особо я по нему не печалилась. И мама его до конца использовала. У моей мамы сухая возрастная кожа. Поэтому ей такие средства очень сильно нравятся. Ночной крем или ночная крем-маска от бренда Stars Skin. Очень классная вещь. Вроде напитывающая, но никакого дискомфорта эта ночная маска не доставляет. И вообще мне понравился некоторый уход от бренда вот этого вот Stars Skin. Но вот ночная маска-крем это одно из топовых и любимейших средств у них. Если я сама лично использую до конца какой-то крем, значит он действительно очень хороший. Потому что одно дело, когда там мама у меня забирает или мы пользуемся напополам. И он заканчивается, понятно, быстрее. Но вот эта маска пользовалась практически полностью я сама. И с удовольствием бы ее купила повторно. Но просто сейчас реально много различных средств, в том числе и ночных. Поэтому нет нужды особо покупать. Кстати, вот она и маска от бренда Tashé Professional. Да, тоже закончилась. Маска потрясающая. Очень нравится, очень хорошо увлажняет, напитывает волосы. Вот маска мне из этой серии прям сильнее всего понравилась. Потому что, ну, шампунь просто хорошо очищающий, кондиционер просто слегка увлажняющий. А маска, она прям такая напитывающая, жирненькая, густенькая. И мы ее использовали и просто как бальзам. Отличное средство. Рекомендую все-таки присмотреться к этому уходу для волос. Еще тут несколько средств. Сыворотка от бренда Avon. Вот такая вот сыворотка для волос. Масло для волос. Они мне прислали когда-то эту сыворотку, чтобы я записала им ролик в аккаунт. Очень понравилось, особенно маме. Я тоже ей какое-то время попользовалась, конечно. Очень вкусный аромат. Но у меня мама забирает средства, которые ей сильно подходят. Даже если они мне нравятся, я могу про них и забыть. Очень приятный аромат. Хорошо увлажняет. Кончики, не кончики, все дела. Я бы даже не против была бы, если бы мне еще раз это масло прислали. Моей маме очень сухие волосы. И пористые при этом. Как-то много пустых баночек в этот раз. Гель для интимной гигиены LP Care. Как будто бы тут не до конца я его использовала. Но я уже подумала, что пора, наверное, выкидывать. Год у него срок годности после открытия. Я его давно достаточно открыла, мне кажется. Не помню точно, но решила уже от него избавиться. Не знаю, как-то ничего особенного. Я не очень поняла, хороший он, нехороший. Что-то ничего не могу сказать. Был и был. Нет и нет. Значит, ничего особенного. Увлажняющий крем для лица от бренда Beepitch. Вот про этот крем я не раз говорила в телеграм-канале. Также это один из фаворитов. Он очень хорош. Причем он подходит для всех типов кожи. Действительно, как и заявлено. И для сухой кожи для мамы он хорошо подходил. И для моей комби склонной к жирности кожи он хорошо подходил. Не утяжелял, не жирнил. И подходил в качестве базы под макияж. Приятненько пахнет. С малиной, по-моему. Да, малиной и ваниль. Люблю этот бренд, на самом деле. Крем мне понравился очень сильно. Одно из лучших средств у этого бренда. Пробовала я у этого бренда много чего. А еще вот такие вот две штучки у меня закончились. Тоже решила их вам показать. Это две миниатюры. Одна миниатюра это Airborne CC крем под глаза. Я показывала вам его уже в полноразмерной версии. Я уже полноразмерную версию себе купила. Промоушен сработал отлично. Потому что я влюбилась в это средство. Когда попробовала его в миниатюре. С удовольствием им пользуюсь. И также мне безумно понравился тон. Тонер от бренда. Бог его знает. Ньюи. Не знаю. Тут уже ничего не написано. Надо найти его каким-то образом. Это просто потрясающая вещь. Это очень крутой тонер для лица. Я реально, я брала его в поездку. Я пользовалась им дома. Хотя мне есть чем пользоваться дома. Я пользовалась миниатюрой. Очень крутой тонер. Очень круто увлажняет. Очень приятная текстура. Отдушка. Все кайфовое. Я бы купила его в полноразмерном варианте. Даже с учетом того, что у меня куча тоников. Я бы купила. Нужно его найти. Если я найду его в полноразмерном варианте. Если он не стоит как космос. Я обязательно скину в телеграм-канал. Даже если стоит как космос. Я все равно обязательно скину в телеграм-канал. Чтобы вы знали, что есть такое холостнючее средство для промежуточного увлажнения кожи. Вот так. Я уже устала говорить. Это были такие длительные, достаточно пустые баночки. Насыщенные, наполненные различными продуктами. Пишите, что вы пробовали из того, что было в сегодняшнем видео. Надеюсь, что эта рубрика все еще остается полезной. Пишите, может быть, вам что-то захотелось попробовать после этого видео. Жду вашей обратной связи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...